Всем привет! Когда говоришь о крупном ноже, постоянно представляешь себе что-нибудь, ну какой-нибудь тактик типа ZT, что-то наподобие страйдера или крупных размеров, производителя которого нельзя называть, или 111 от того же производителя. Все эти ножи вроде бы крупные, но когда в твои руки попадает что-то наподобие вот такого, то те ножи кажутся не такими уж и большими. Данный нож поставляется вот в такой громадном чехле. Для понимания, чехол от всем известного Грин Торна смотрится вот таким вот манюсеньким по сравнению с вот этим. В комплекте у нас идет к этому ножу чехол, такой как для очков, ну не очень приятно, плюс ключ для откручивания осевого винта и спиннкблажа. Сам чехол в середине имеет что-то наподобие искусственного меха, кармашек, ничего сверхъестественного кроме размеров. Есть резинки для рюкзака, чтобы повесить, так носить, ладно, чехол в сторону. Давайте вернемся к этому гиганту и этому красавцу. Выполнен нож из карбона и стали D2. Была когда-то такая версия в титановом исполнении. Кстати, моделька называется Tward от Microtec. Давайте посмотрим поближе обработку карбона. Очень красиво, очень классно. Бэкспейсер. Клипса. Клипса довольно-таки тугая, но за счет того, что здесь шарик, я думаю, на карман посадить возможно. Осевой. Сталька от D-D2 заявлена. Очень аккуратные тонкие подводы. Очень красивая обработка клинка. Stone wash. Сатин в этих плоскостях и в середине, вдоль, вот такой вот крупный, то есть какой-то типа похоже что-то на пыление. Ну, очень крупный, скажем так, stone wash. Не знаю, как правильно назвать. Имеется ярко выделенная рекурова. Насечка на обухе. В руке, несмотря на свои размеры, нож лежит очень классно. Вот так вот хватаешь его. Просто я не ожидал, что он так будет удобно лежать. Я думаю, это за счет того, что в рукоятке выфрезирована вот эта вот впадинка. Давайте я вам попробую. Ну, вот так вот, чтобы было понятно, думаю, так будет видно, насколько туда углубление сделано. Поэтому за счет этого проваливаются сюда пальцы, и нож держать очень удобно. При этом все при наличии большого чоева позволяет перенести, и насечка как раз по длине хватает, чтобы сделать упор пальца. Поэтому в этом плане все отлично. Центровка клинка посередине. Механика ножа бомбезная. Все стреляет, все падает под своим весом. При этом люфтов никаких нет. Выстрел просто пушечный. Даже доводить кистью не надо. Стреляет просто классно. Фрейм заходит вот так вот на начало пяты. Давайте пробежимся по параметрам ножика. Общая длина ножа 23 см. Длина режущей кромки 9,5 см. Самого лезвия, ну, десяточка. Давайте точно обувь померяем. При таких параметрах обувь у нас чуть-чуть больше 4 мм. Где-то 4,1-4,2. Несмотря на такие габариты, сведения у данного ножа очень-очень интересные. Дерем, как всегда. Ставим на 0 и сразу ставим, давайте, вот 0,4. Ну, вот 0,4. Тут даже проваливается 0,4. То есть тут тоньше. 0,035. На пузике отлично 0,35. Ну, и понятно, что кончику пошло утолщение. То есть смело можно сказать, что сведение ножа 0,4-0,35 на вот этом месте, на этом пузике. И кончику где-то 0,6 пошло утолщение. Потому что не стал домерять. Давайте еще взвесим. Потому что интересно, сколько же будет весить такой гигант. Вес у ножа 177 грамм. 176. Что я считаю очень даже принятно для таких размеров. Ну что, давайте разберем. Посмотрим, что у нас в середине. Для этого у нас ключик. Возьмем осевой. Вскручиваем осевой. Переворачиваем с этой стороны на ключе. Для вот этих винтов. Угу. Нужно вставить что-нибудь. Посрывали. Раз. Два. Два. Неудобно откручивать. Хочу сразу обратить внимание, что винты разных размеров. На первой боночке поменьше винтик. На двух других одинаковые. Пробуем разобрать. В середине у нас имеется сухарь. Проставка под подшипник. Не в виде шайбы, а в виде такого лепестка какого-то, которая заходит под боночку и прижимается боночкой. На сухаре керамический шарик. Бэкспейсер. И сабфрейм. На двух винтах крепится титановая плашка к карбоновой. Так, тут у нас однорядный керамический подшипник. Шарики черные. На этой стороне то же самое. Носевой винт. Вот видите, то есть за место шайбы такая проставка. Вставляется сюда. И шарик проходит. Клинок. Так обработан клинок. Есть выборка на пятке, чтобы шарик спрыгивал и заходил назад. И при этом все мне не слизывался меньше, скажем так. И плюс облегчал момент схода и выхода шарика на клинок. Вот сам клинок. Вот так вот он в середине. Сейчас его соберу. Ну вот, ножик заново собран. Клинок у нас идеально по центру. Механика ножа отличная. Все падает под своим весом, без каких-либо проблем. Флипует просто бешено. Давайте еще раз вкратце глянем на ножик. Очень красивый, плавный и равномерный стон-вош. Нравится, как обработана дол. Карбоновая рукоятка. Классная фрезеровка. Очень продуманно за счет того, что углублено. Очень понравилось удерживание в руке ножа. Насечка на обухе. Бэкспейсер. Темлячное отверстие. Клипса в виде шарика. Вот так вот. Очень-очень красиво. Классно понравилось сочетание стон-воша, сатина. И более грубого стон-воша. Это смотрится очень красиво. В руке держать классно. Бомбезно. Практическое применение, конечно, данного ножика. Ну, не знаю, тот, кто любит крупные ножи, думаю, останется им очень довольный. Лично по мне, конечно, это больше все-таки игрушка, которая поиграться. Но каждому свое. Тут ничего нельзя сказать. Нож крупный. Потому что, повторюсь еще раз, даже я до этого считал вот эти ножи крупными, то, оказывается, есть намного посерьезнее ножи. Так вот, по сравнению с крысой, даже, вообще, крыса кажется манюсенькая за счет своей ширины. Но, не знаю, даже тот же, 111, который очень большой нож. Ну, смотрите. За счет вот этой ширины он, кажется, визуально больше. Хотя по длине, конечно, все-таки короче. Ну, повторюсь еще раз, для любителей, ценителей таких, скажем так, харизматичных ножей со своей какой-то собственной аурой, или не знаю, как еще подробно выразиться, нож найдет своего почитателя. Ладно, спасибо. Надеюсь, кому-то было интересно.